Драка Драка Надежда Санс! Старший братец решил почтить на своим присутствием? Я сказал, свалили! Тх, пусть ты старше, но численное превосходство на нашей стороне. И что предпримешь? Санс, будь осторожен! Замки Санс! Замки Прекратите! Почему? Остановитесь! Я должен быть выше этого. Если не могу остановить их, если не могу даже Папируса защитить, тогда какой смысл? Санс! Какой из тебя спаситель? В следующий раз будешь знать, с кем связываться. Если не могу защитить Папируса, тогда какой во всем этом смысл? Санс! Санс, ты жив? Я... С... Санс? Я... сдаюсь. Боюсь. Санс! Санс! Что с тобой? Санс, ты жив? А... С... Санс! Что с тобой? Санс! Они погибают, будучи все в более молодом возрасте. Санс! Проснись! Санс! Эй, что с ним? Почему он подыхает? Отпусти меня! Санс! У нас будут огромные проблемы с королем! Никто не узнает. Папирус. Ох... Определенно нет. Папирус. Но... Оно отказалось. Это... Это невозможно! Не... Не прикасайся к нему. Санс! Так, так... Что тут у нас? Какие-то проблемы? Предлагаю, если не хотите получить, уйти по-хорошему. А, да? И что ты собираешься предпринять? Мы дети. Ты ничего не можешь нам сделать. Дружок, помолчал бы. Я королевский ученый. Я могу сделать что угодно. Ау! Санс! Санс, ты как? Санс! Санс, ты должен проснуться! Твоё за... Санс, проснись! Умоляю, спасите его! Пожалуйста! Прошу! Я посмотрю, что могу сделать. Где... Я... Попи... Что? Тебе пока лучше не вставать. Твоя душа сейчас в ужасном состоянии. Где мой брат? Где папиру? Цыц. Сейчас он спит. Вот ты фа... А... Кто ты такой? Я доктор Веда Гастер. Королевский ученый. Создатель ядра. По приказу короля провожу исследования по улучшению монстричества. И так далее, и тому подобное. А ты... Чертовски везучий скелет. Кому из родственников я могу позвонить? Твой брат не знает. У нас нет никого, кроме нас самих. Нет родственников? Опекуна или взрослого друга семьи? Мне нужно с кем-нибудь поговорить о твоём состоянии. Мы с папирусом одни уже девять лет. Ты можешь рассказать мне. Хорошо. Ты пал, Санс. Я... Я... Пал? Да. Но если я пал... Как... Как я ещё жив? По правде говоря... Я даже не знаю. Потому что ты везунчик. Я не был уверен, что что-то, что я попробовал, вообще сработает. И... Если честно... Я не знаю, как долго это продлится. Это очень... Сложно. Я хочу понимать! Мне нужно знать! Если я паду... Мне нужно знать, что сказать папирусу. Знаешь... Ты жив из-за своей любви и переживания по поводу брата. Если ты хочешь знать, что происходит... То ты должен знать природу душ. Как ты знаешь, души монстров состоят из четырёх компонентов в разных количествах. Сострадание, надежда, любовь и, конечно, магия. Мы узнали, что души людей имеют семь главных черт. Терпение, храбрость, порядочность, настойчивость, доброта, справедливость и самое последнее обнаруженное – решительность. Решительность мы обозначаем как Орша. Невероятно могущественная и сильная черта души. Когда твоя ОЗ достигла нуля, на мгновение твоя душа пошатнулась. Как бы там ни было, твоя решительность защитить твоего брата сплавила душу. Но монстры не могут быть решительны. Когда опасность проходит, эта решительность начинает ослабевать. Год назад один из наших учёных открыл Орша и извлёк её. Мы думали, что это может помочь монстрам, которые пали, и дали им как можно больше Орша. Мы ошиблись. Их тела не могут выдержать это. Я предполагал, что дробное количество может быть опасным, но мы должны были протестировать. Ты верно считаешь, что моя гипотеза ошибочна. Но другие тоже выглядели хорошо сначала. Я не знаю, пропадёт ли Орша, или её будет слишком много для твоего тела. Единственное, что мы знаем наверняка, это то, что мы понятия не имеем, что произойдёт. Ты можешь закончить, как остальные. Твоё тело и магия перегрузятся, а сам ты станешь оболочкой со смутными воспоминаниями и инстинктами. А может быть, ты будешь в порядке и проживёшь долго здоровой и полноценной жизнью. Или маленькое количество Орша исчезнет, и ты можешь пасть снова. В таком случае ты мгновенно станешь пылью до того, как кто-либо сможет вмешаться. И по мере исчезновения Орша, твой единственный всплеск решительности удерживал твоё ОЗ от достигания нуля. Орша, который я тебе ввёл, стабилизировала твоё ОЗ. Это один из побочных эффектов, которые я заметил. Теперь твоё максимальное ОЗ – один. Санс ОЗ-1, Атака-5, Защита-2. Орша воспринимает всё это на удивление хорошо. Орша. 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 Орша.